А вы знаете, какой самый доступный легальный наркотик в мире? Ну, мы все кофеин. Не смею спорить, но есть ещё один, получая который, мы даже не подозреваем, насколько зависимыми от него и беззащитными с ним становимся. И называется этот наркотик «любовь». Вы спросите, а с каких это пор наукомания стала романтичной программой? От тех самых пор, когда мы решили дать научное объяснение любви во всех её проявлениях. Что из этого получилось? Смотрите сами. Меня зовут Екатерина Берецкая, и мы начинаем. Моногамия в животном мире – исключение ли правила, и присуща ли она на самом деле человеку? Какие именно участки головного мозга подают позывные любви? Что такое любовь с точки зрения нейробиологии? Это инструмент программы. И любовь как забота о близких. Белорусские программисты разработали новое приложение для смартфонов, которое может спасти жизнь. Ну, для начала давайте обратимся к эволюционной теории развития, для того, чтобы понять, как зарождалась любовь. Любовь в эволюционном смысле в животном царстве возникла задолго до появления человечества. И одной из причин её возникновения явился страх гибели потомства, диктуемый родительской привязанностью. Ведь именно любовь матери к детёнышу с точки зрения зоологии является абсолютной. Связи в постоянных парах напоминают её и основываются на схожих гормональных процессах. А у предков человека под воздействием разных факторов сформировался большой мозг, способный и на полноценную романтическую любовь. Учёные Национальной Академии Наук США сошлись на том, что забота родителей о потомстве – не причина социальной моногамии, как считалось ранее, а, напротив, её следствие. При этом авторы статьи в журнале Science призывают не переносить их выводы на явления моногамии у людей, ведь все африканские обезьяны полигамны и живут стаями. Общий предок гоминидов, возможно, тоже был полигамным. Так, по мнению учёного Кембриджского университета Тима Клаттенброка, люди пришли к моногамии либо из-за перемен в рационе питания, плотность самок на единицу площади уменьшилась, либо потому, что человеческое потомство растёт медленно и дольше нуждается в заботе обоих родителей. С эволюционной точки зрения состояние влюблённости необходимо для того, чтобы два человека проводили вместе как можно больше времени, и чтобы в итоге случилась беременность, говорят учёные. Какова бы ни была причина, заставившая нас тянуться друг к другу, во многом именно благодаря любви человек, разумный как вид, оказался столь успешным эволюционно. Животные способны определять тонкие детали генотипа по фенотипу, запаху или другим признакам, пока неизвестным. Так формируются родительские пары, наиболее удачные для эволюции. А вот моногамия в животном мире скорее исключение, чем правило, и даже пресловутая лебединая верность, как выяснилось, существует лишь в социальном смысле, но никак не в физиологическом. Правда, избирательность при выборе партнёра демонстрирует все млекопитающие. Например, волчица – самовысшие страты. У людей это как девушка из интеллигентно обеспеченной семьи, которая могла позволить себе выбрать такого же знатного самца, иногда вступает в мезальян самым последним в стае. И этот её выбор не может оспорить даже вожак. Так как же это у них всё происходит? Чтобы найти ответ на этот вопрос, наши корреспонденты отправились в научно-практический центр по биоресурсам. Сколько не сопротивляется человек, заявляя, что, мол, не животное, никуда не может уйти от того, что сходств значительно больше, нежели отличий. И в доказательство тому молодая наука – этология, который в 1859 году дал чёткое определение французский зоолог Зидор Жофруа Сен-Элев. Там для нас с вами выделена целая глава. И если последить за братьями нашими меньшими, то для каждого найдётся похожая черта – взять хотя бы поведение, связанное с размножением. Очень многие черты эволюции, очень многие аспекты поведения, они практически не такие же, но очень схожи с таковыми у приматов. В мире приматов также встречаются особенности полового поведения, которые в некоторых случаях присущи и представителям различных культур человеческого общества. Встречается и моногомия, встречается и полигомия. Если брать, например, волчьи стаи, то в волчьих стаях выстраивается иерархическая лестница. Существуют и отношения, когда особи противоположного пола встречаются, спариваются и разбегаются, не зная друг друга ни до, ни после. При этом и у самца, и у самки по несколько партнёров. Это промискуитет. Несколько сам вид индивидуален, сколько сами особи предпочитают не встречаться с другими особями. И это лучше всего демонстрируется на примере рыси, когда у самца свой участок обитания, у самки свой участок обитания. Другой вариант, когда один самец связан сразу с несколькими самками. Это полигиния. Например, у зубров у них существует стада, в которую входят самки и, как правило, их потомство. В стадии находятся около 20 особей, которым руководит старая опытная самка, по сути, мать вот этих вот всех. Есть вариант, когда самка связана с несколькими самцами – полеандрия. И, наконец, самый загадочный и сложный вариант – моногамия – устойчивая парная связь. Мало того, что она противоречит многим биологическим принципам, так ещё и в чистом виде, без внебрачных походов, чрезвычайно редка. На сегодняшний день известны всего четыре вида среди млекопитающих. Например, любовь у калифорнийских оленьих хомячков настолько сильна, что в опытах, когда самцу подсаживают незнакомую самку, он с ней не спаривается. Для моногамных видов очень хорошо получается заботиться о потомстве, поскольку в этом процессе участвуют и отец, и мать. Но есть виды, где роль самки выполняет самец. Например, у некоторых видов рыб самцы всю заботу о потомстве также берут на себя. Правило же заключается в том, что самка вкладывает в потомство гораздо больше. А самец, чей вклад в репродукцию ограничивается спариванием, как говорят, склонен к дезертирству. Но вот что интересно, на способность привязываться к одному человеку или животному влияют гены. И таковые имеются, внимание, у трёх процентов людей. Именно они чаще всего и способны на вечную любовь. В этом они похожи на мышей-полёвок, которые образуют союз на всю жизнь. Именно поэтому такие истории, как любовь Шаха Джахана, который, имея в своём распоряжении гарем, всю жизнь хранил верность возлюбленной мумтаз – нарез золота. Но эволюцию как в человеческом, так и животном мире движет не половая модель, а конкуренция. Взаимоотношения между полами – это сложный поведенческий или биологический феномен. А потому имеет право на всяческие выкрутасы и неожиданные отклонения от норм внутри вида. Взять хотя бы одно из самых загадочных млекопитающих в мире. Половое поведение рукокрылых очень-очень интересно. Оно, в принципе, не имеет особых аналогов. Спаривание происходит обычно осенью, либо в начале зимы, а беременность наступает весной. Беременные самки обычно живут отдельными колониями. Самцы туда не допускаются, в принципе. Ну что, узнали себя хоть в одной из представленных моделей? Важно знать свои корни, чтобы регулировать свою жизнь и понимать её лучше. А изучая взаимоотношения полов у животных, мы сможем в определённой мере открыть загадку своих собственных. А теперь о наших делах сердечных. Изучив работу головного мозга влюблённых, нейробиологи вывели следующее определение этого чувства. Любовь, по их мнению, это дофаминергическая целеполагающая мотивация к формированию парных связей. Сложно? Попробуем объяснить проще и найти ответ на главный вопрос. Какие участки головного мозга отдают так называемые позывные любви, которые распространяются на остальные участки тела? Для этого мы и приехали в Институт физиологии Национальной Академии Наук. И сейчас вместе с заместителем руководителя этого института попытаемся понять, что же происходит в нашей голове, когда в сердце приходит любовь. Владимир Адамович, расскажете? Конкретизируем. Владимир Адамович Кульчицкий, заместитель директора по научной работе Государственного научного учреждения Институт физиологии Национальной Академии Наук Беларуси. Член-корреспондент Национальной Академии Наук Беларуси. Профессор. Доктор медицинских наук. Начнём с эксперимента. Что будем делать? И скажите, самое главное, для чего? Для того, чтобы разобраться, как нервные клетки разговаривают друг с другом. Берут срезы мозга определённых отделов. И в этих срезах находятся миллионы нейронов с помощью электродов, которые на этой установке имеются. Когда подводятся электроды, можно определённую популяцию клеток раздражать с помощью одних электродов вот этой группы. И отводить с помощью вот этих электродов электрическую активность от нейронов, которые как бы вступают в разговор в ответ на раздражение. Когда спрашивает, например, человека так и нейрон спрашивает. И он отвечает в зависимости от того, в каком он находится состояние. Так вот, если подействовать так называемыми медиаторами любви, тем же дофамином, видно, каким образом приходит возбуждённое состояние вот тот нейрон, который должен отвечать в спокойном состоянии иначе. Здесь изучаются лекарственные субстанции. С какой точки зрения? Во-первых, есть много побочных эффектов, которые могут повлиять на поведение человека, в том числе на то чувство, о котором в данном случае мы говорим. В принципе, надо разобраться, каким образом нервные клетки начинают разговаривать вот в этих нейронных сетях друг с другом в разных условиях. В том числе даже после приёма пищи, в которой много вот этих пищевых добавок, в частности, глутамата. Он отличается, так сказать, в одном и в другом случае ответы, потому что сравнивается одновременно ответ в контроле и сравнивается ответ при воздействии как бы субстанции. Следовательно, можно каждый раз контролировать, усиливает этот ответ какая-то вот субстанция или так называемый гормон любви или ослабляет ответ. Понятие вот этой любви, которую мы рассматриваем, она ведь рассматривается более широко. Любовь к родителям, любовь к детям, любовь к родине и так далее, к своей профессии. Это ведь те тоже чувства, которые могут измениться и существенно под влиянием разных аэротропных препаратов. У любви несколько стадий. На каждой стадии нейроны по-разному между собой разговаривают? Разные отделы мозга вовлекаются. Допустим, любовь к профессии. В этот момент обязательно вовлекаются популяции клеток, которые находятся, конечно, в коре больших полушарий. Когда осознанно подходит человек к решению любого вопроса, ну, вот в том числе и в лечении к другому человеку, и в коре больших полушарий, вот особенно в лобных отделах мозга, контролируется вот чётко, например, выбор цели, выбор профессии. И порой ведь, как вы сами понимаете, это имеет негативную сторону, когда человек может забыть даже там про семью, про увлечённые какой-то идеей. Любовь часто сравнивают с наркотиком. Вот если смотреть на головной мозг, действия того, что происходит с человеком, когда он влюбляется и принимает наркотики, есть какое-то сходство? Оказалось, что организм человека, собственно, ему не нужно, извне, какие-то наркотические препараты, потому что в мозге и в желудочно-кишечном тракте вырабатывается очень много морфиноподобных субстанций. Почему в лечении, например, к алкогольным напиткам, в лечении курению или, например, крепкий кофе, особенно если в сочетании с курением, да ещё с небольшим количеством алкогольных напитков, увеличивает число выделяемых молекул морфиноподобных субстанций в самом организме в десятки, в сотни и даже иногда в тысячи раз. Следовательно, и вот те чувства, о которых мы сейчас говорим, и в них тоже принимают участие вот эти же морфиноподобные субстанции. Вот здесь очень сложно, получается, разделить, почему сам же организм продуцирует, и потом у некоторых возникает вот это влечение уже патологическое, ещё дополнительно усилить, что ли, вот то чувство, которое формируется у человека естественным образом. И вот здесь вот имеет большое значение как раз вот клетки коры больших полушарий, вот ломных отделов, для того, чтобы иметь границу, разницу от того, что действительно может навредить самому человеку, ну и обществу. И мы изучаем также в наших опытах и вот эти нейротропные субстанции, чтобы детально разобраться, проблемы зависимости не решены до сих пор. Про передозировку в плане наркотиков вы говорили, да, а в плане любви говорят, с ума сходит от любви или мозг отключается. Вот у вас, у врачей мозг отключается. Это понятие вообще такое существует, когда мы говорим о любви? Нейроны или популяция клеток говорят на разных языках, и одновременно, кстати, они умеют понимать вот эти разные языки. И, следовательно, эти нейроны начинают вовлекаться в формирование каких-то вот программ, например, или зависимости, или выделяют множество сигнальных молекул от морфина подобного характера. Тогда происходит как бы какая-то типа срыва нормального функционирования. У некоторых людей, напоминающих то состояние, которое мы сказали, что он настолько увлекается в реальность. И, наверное, может быть, у каждого почти в жизни хоть раз так бывало. А мозг мужчины и женщины по-разному реагируют? Более универсальный мозг именно женщины. Оно как хранительница очага. И левое, и правое полушарие представлены популяцией клеток, которые контролируют любые действия, в том числе и влечения, более-менее равномерно. Всё же у мужчин, ну, более ущербных в этом отношении получается, у них всё же доминирует в одном из полушарий, например, как бы больше рациональное мышление, а в другой части как бы эмоциональное. Женщины – это как бы равномерно на весах распределено, и поэтому реже у них бывают вот такие, ну, как бы, срывы, которые, в общем-то, характерны для мужчин. Спасибо вам огромное, Владимир Адамович, было очень интересно. Ну, а мы продолжаем, и в ближайшие минуты вы увидите. В чём виноваты гормоны, и какой инстинкт окажется сильнее размножения или самосохранения? Составим химическую формулу любви. Существует ли вечная любовь, как распознать настоящее чувство? И в каких вопросах психологи поспорили бы с физиологами? Любовь как забота о близких. Белорусские программисты разработали новое приложение для смартфонов, которое может спасти жизнь. В последнее время в мире всё больше популярностью пользуются теории о том, что в основе такого волшебного чувства, как любовь, лежат банальные химические процессы. Авторство этой теории приписывают американцам, хотя на самом деле исследования на этот счёт проводились во многих странах мира, в том числе и нашей. Но самый популярный, пожалуй, научный труд – это книга Хелен Фишер «Почему мы любим природа и химия романтической любви». А что же наши белорусские учёные и какую химическую формулу любви предлагают они? Смотрим и удивляемся. Как известно, у животных есть два основных инстинкта – самосохранение и продолжение рода. И самый лучший способ достоверно проверить, какой же из них возобладает – создать стрессовую ситуацию. Будет садиться парочка – самочка и самец. Мы их высаживаем в закрытые сектора. И в течение пяти минут происходит тестирование в данном вот крестообразном лабиринте. И смотрим, что, например, у самки-самца будет превалировать. Либо нахождение в закрытой, так называемой, домашней зоне, либо они будут искать друг друга. Крысы – норковые животные. И для того, чтобы найти еду или партнёра, они должны покинуть безопасное жилище. По сути, преодолеть свой страх. В фазу вот этой тревоги и стресса действительно можно встретить свою любовь. Часто даже рекомендуют знакомиться, например, спасти девушку от бандитов. Или когда мужчина представляет себя героем, который вытаскивает из горящего дома свою красавицу. Отрицательным моментом является то, что человек очень часто застревает на стадии влюблённости. Потому что вот этот кайф, который ощущают люди, вот этот полёт, он длится не так долго. Он потом переходит в другое чувство, спокойное чувство привязанности. И не все с этим чувством свыкаются. Им кажется, что любовь прошла. На самом деле это просто следующая фаза любви. Третий этап связан с веществом окситоцином, который вырабатывается гипофизом. И этот этап характеризуется большим количеством плюсов для организма. Но если всё дело в гормонах, то выходит, что если ввести их искусственно, можно добиться тех же эффектов, которые производит на организм состояние влюблённости. Учёные уже пытаются получить лекарства на основе гормонов счастья. Например, окситоцин вызывает эмоциональную привязанность к половым партнёрам. Кроме того, вещество участвует в формировании привязанности между матерью и ребёнком, при родах и во время кормления грудью. Как сделать мужчину, допустим, из полигамного, моногамным? Можно ли ему вводить окситоцин для того, чтобы он полюбил детей? Если он по природе альфа-доминирующий самец, у которого очень высокий уровень тестостерона и достаточно большое количество женщин, которых он хотел бы видеть своими спутницами, то, конечно, здесь можно сказать, нет, нельзя вводить извне, потому что тогда прекращается выработка собственного. А вот утверждение, что любви все возрасты покорны, в корне неверно с научной точки зрения, потому что только в молодости достаточно богатый нейрокомпенсаторный и гормональный состав. Но в одном учёные солидарны. Любовь, несомненно, улучшает качество жизни и способна значительно её продлить. Но не химия единая. Пионер химического объяснения процессов любви, американец Артур Аарон, был крайне поражён при исследовании, увидев на своём цветном томографе, что центры наслаждения при акте любви у некоторых супружеских пар, которые прожили вместе примерно 18-20 лет, почти такая же, как у юных влюблённых. Так может быть, есть что-то ещё, кроме химии. Давайте попробуем разобраться в психологии любви. И в этом, я надеюсь, нам поможет кризисный психолог Наталья Пузыревич. Наталья, у нас к вам очень много вопросов. Я надеюсь, что вы на них ответите. С удовольствием. Наталья Пузыревич – кандидат психологических наук, кризисный психолог, заведующий кафедрой социальной и семейной психологии Института психологии БГПУ имени Максима Танка. Существует множество различных стереотипов по поводу любви. Как психолог вы, наверное, точно знаете основные. Давайте назовём их и попробуем разрушить. Первый – это миф о вечной любви. На самом деле это совсем не так, потому что любовь – это чувство. А нужно ещё участвовать в построении отношений. Второй миф – если я тебя люблю, ты тоже должен меня любить. Третий миф – это любить можно за что-то. Любовь безоценочная сама по себе. Учёные говорят, что через 5 лет чувства, которые испытывает женщина, если их не подпитывать, они трансформируются в том числе даже в раздражительность. Это правда? Раздражительность – это состояние, которое проявляется, когда человек не удовлетворён ситуацией и не может с этим ничего сделать. Для того, чтобы это чувство не прошло, говорят, нужны новые эмоции, новые впечатления. Для кого-то тихая, спокойная жизнь, привычный уклад жизни – это и есть абсолютная норма жизни. А для другого как раз-таки вот эти самые яркие впечатления и служат стимулом. А если говорить о верности? Вот она существует? Верность отношений определяется тем, какую значимость эти отношения имеют. А иногда верность – это способ проверить, какие могут быть другие варианты. Хорошо. Верность и ревность. Ревность скорее тут как состояние, когда человек чувствует неуверенность в себе. Наши молодые белорусские учёные разработали специальное приложение, которое позволяет отслеживать координаты местонахождения человека. Вот в том числе, возможно, это приложение поможет и ревнивцам в какой-то степени убедиться в верности своих вторых половинок. Очередной талант в нашей новой рубрике «100 идей для Беларуси». Я вообще проектом занялся в далёком 2012-м. Программа рассчитана на детей от 7 до 15 лет. Почему? Конечно, это могут быть и старушки, и дедушки, которым нужна какая-то помощь. Не обязательно криминал. Просто скачиваете с Play Store. Дальше вам будет предложено добавить друзей первым делом. Вы добавляете друзей через e-mail или смс-ку, они читают эту смс-ку, там написано «стань моим охранником» или что-то, нечто на то. Похожая какая-то фраза. Они нажимают, переходят на страницу скачивания приложения, установят, устанавливают её. И после того, как они установили эту программу, автоматически программа добавляет вас друг к другу в список друзей. Потом вы гуляете по городу, чувствуете, что на вас хотят напасть. Нажимаешь кнопку, программа отсылает твои координаты, причём ты её можешь удерживать, эту кнопку. Пока ты её держишь, записывается звук. Сейчас ещё связываемся контактчем с ГУВД Минским, договариваемся, чтобы сигнал после пяти секунд уходил в ГУВД. Мы стали финалистами конкурса «100 идей для Белоруссии». Кругом новой технологии. На самом деле гаджеты, они же тоже влияют на отношения, эмоции и чувства. Время на то, чтобы поговорить, обсудить, может частично заменяться общением через интернет, через переписку в социальных сетях, через электронную почту. И таким образом эмоциональная составляющая, умение устанавливать контакт, поддерживать контакт уходит постепенно на второй план. Говорят, что любовь становится только сильнее, именно в эмоциональном плане, когда человека отвергают. Разговор о том, чем любовь была. Если она была доминантой, я концентрируюсь на своих эмоциях, так условно для себя решает человек. Эта эмоция связана с любовью и привязанностью к нему, и именно ему, и я своего добиваюсь любой ценой. Если же любовь была состоянием единства, удовольствия, что эта любовь делает не только счастливой меня, но и его, если вторая сторона участвует в этом, что ценнее всего в таких отношениях, то тогда никакого преследования не будет. Эти отношения просто изживают сами себя. Хорошо. У психологов есть какие-то методики, тесты, определения, насколько сильно человек любит? Один из них – тест «Умеете ли вы любить?». Я готова предложить вам прямо сейчас. Конечно, мне это интересно. Ну, а пока меня будет тестировать профессиональный психолог, я предлагаю вам посмотреть нашу традиционную рубрику «Научный дайджест». На этот раз самые необычные, интересные факты о любви. Любовь – самое безвредное болеутоляющее. Учёные выяснили, что человек испытывает меньше боли, когда переключает на что-то своё внимание, например, на объект воздыхания. Дело в том, что в этот момент в мозгу вырабатывается особый гормон-анальгетик. Понятие «сладкая любовь» оказывается имеет под собой научное объяснение. Исследования показали, что передняя поясная кора одинаково активизируется при взгляде на фотографии романтических партнёров и при дегустации сладостей, вызывая схожие эмоции. Таким образом, влюблённым может казаться, что вода сладкая, а человек, поедающий шоколад, может вызвать таким образом выброс тех же гормонов, которые присущи состоянию влюблённости. Учёный Барри Комиссарук из Радгерского университета в американском штате Нью-Джерси долгие годы пытался понять, можно ли объяснить разницу в сексуальности мужчин и женщин отличиями в строении их мозга. И действительно, нашёл ряд отличий. Но есть и общие черты. Например, оргазм влияет на умственную деятельность сильнее и благотворнее, чем разгадывание кроссвордов и решение головоломок судоку, что связано со значительным усилением кровотока в головном мозге. Учёный предлагает использовать это явление в медицинских целях. Бабочки в животе влюблённых не прилетают случайно. Всему виной адреналин, который вырабатывается у человека при виде объекта обожания. Он-то и вызывает в животе определённые колебания диафрагмы. Ну что ж, тест пройден. Набрано 22 балла. Наталья, расскажите, что значит «умею ли я любить»? Вы умеете любить, вы умеете понимать любящего человека, вы умеете участвовать в отношениях. И здесь можно сказать, что потенциал ваших отношений ещё до конца не раскрыт, поскольку это среднее значение из трёх возможных, и у вас всё впереди. Спасибо, Наталья. Неожиданное предположение о природе любви высказывают антропологи, биохимики, философы и психологи. Но все они сводятся к тому, что за истинными чувствами, которые возникают между мужчиной и женщиной, всегда стоит нечто большее. И это нечто, вероятнее всего, ещё предстоит открыть человечеству. Это была «Наука мании». Я Екатерина Берецкая. Любите друг друга и смотрите в будущее вместе с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова